Всем-всем привет, с вами Клеопатра! Если у тебя есть 7 тоунхолл, ты очень активен и хочешь найти свой постоянный дом, могу порекомендовать клан 2 уровня Кавальер. Руководство клана – это 10 тоунхоллы, а также есть несколько девяточек, которые помогают донатам и советам. Вообще, состав клана очень разнообразный, начиная от 6 тх, заканчивая 10, так что скучно тут точно не будет. Поэтому, если у тебя есть семерочка адекватной прокачки, либо же выше и ты ищешь свой постоянный дом, то воспользуйся этим шансом, пока твое место не занял кто-то другой. Так, клана как обычно можно найти в описании к этому ролику. Ну а мы с вами сегодня перейдем к вопросу изменения ситуации с легендарной лигой в ближайшем обновлении. Сегодня на официальном канале Clash of Clans в ютубе вышел небольшой разговорный ролик с разработчиками, где они подробно рассказали о том, как они решили изменить систему подбора соперников для поиска в легендарной лиге, чтобы сократить время нахождения в лупе вот в этих белых облаках. Но для начала давайте поговорим о том, что же такое вообще вот эти облака и почему они возникают в игре. Если вы играете в Clash of Clans хотя бы месяц, наверняка от топов вы слышали такое понятие, как «я застрял в облаках, я пошел в лупу», противника не ищет по 20 минут, ну и в общем все в таком духе. На самом деле это связано с тем, что когда вы поднимаетесь высоко по кубкам, как правило это происходит в легендарной лиге, но иногда даже и в Титане, то соответственно количество баз, которые доступны для атаки у вас уменьшаются, поскольку наверху естественно меньше игроков, чем в той же допустим золотой или хрустальной лиге. Поскольку в Clash of Clans вы можете атаковать только тех игроков, которые находятся не в сети на текущий момент, либо же не имеют защитного щита, то это также значительно уменьшает количество баз, которые доступны для атаки. В таком случае получается, что вы очень долго ищите себе оппонента и когда наконец находите, может пройти зачастую аж 15, 20, а то и 30 минут, хотя даже иногда возникают вот такие ситуации. В общем-то эта проблема существует очень давно, практически с начала создания Clash of Clans и очень многие игроки жаловались на то, что они проводят часы вот в этой лупе, вместо того, чтобы развиваться, подниматься по кубкам, проводить атаки, они просто сидят и ждут, когда у них появится база для деревни, ну или же не появится, как на этом скриншоте. Поэтому команда разработчиков Supercell решили провести операцию под названием Blue Skies, либо же Голубое небо. Итак, что это такое и как оно будет работать? Прежде всего начну с того, о чем говорила уже в прошлых роликах. После выхода обновления, а это скорее всего будет понедельник, либо же вторник следующей недели, у нас с вами появится в игре новое меню, где будет не только новый режим практики, о котором я рассказывала ранее, но и при достижении 5000 трофеев у вас появится вот такое окошечко, которое будет означать присоединиться к легендарной лиге. Далее, после того, как вы это сделаете, вы попадете в вот такое меню. При регистрации в этом меню каждый день у вас будет ограниченное фиксированное количество атак, не более 8 в день. За каждую атаку вы сможете получить до 40 кубков, об этом поговорим в конце ролика. Однако, очень важная вещь, вы не сможете потерять трофеи при атаке. Вы можете выполнять эти атаки в любой момент времени, не ища противников, то есть вам не нужно теперь сидеть часами искать противников в этой лупе. Вы можете зайти в любой удобный момент и нажать кнопочку в атаку. Любые атаки, которые вы не используете в течение дня лиги, у вас будут теряться. То есть, если вы использовали 6 атак из 8, две оставшиеся сгорают. Как только начнется новый день лиги, количество ваших атак снова обновится и снова будет равно 8. Количество дней сезона в легендарной лиге будет оставаться таким же, как и сейчас, ровно месяц. И каждый день теперь будет называться днем лиги. Каждый день у вас лига будет сбрасывать количество доступных атак, как я уже и сказала, и количество защит. Об этом поговорим чуть-чуть попозже. И в начале каждого сезона новой лиги трофеи будут сбрасываться до 5000. Это тоже очень важный нюанс. Теперь поговорим про нюансы нападения и защиты. Как вы видите, на этом скриншоте есть две вкладки. Как раз таки атака, где мы сейчас были, и деф, куда мы с вами пришли. А если говорить про нападение, то повторюсь, что атаковать вы сможете в любое время, когда вам это удобно. После того, как вы завершили все доступные 8 атак, вы не сможете снова атаковать в глобале, пока не начнется новый день лиги. И у вас не обновится количество новых атак. То есть больше 8 атак в день вы не сможете сделать. Таким образом, разработчики говорят, что вам не придется сидеть часы за устройством. То есть вы сделали 8 атак в удобное для вас время и можете быть свободны в плане глобала. То есть не нужно будет снова заходить и снова пытаться провести атаки. Что же касается режима защиты, то вы сможете использовать определенную расстановку, которую вы сами выберете. Причем эта расстановка может отличаться от той, которая стоит у вас на базе. Так что у вас здесь есть возможность выбора, как и в принципе с расстановками на КВ. Причем стоит заметить, что пока вы не измените эту расстановку во вкладке дефа, она не будет изменяться. То есть она такая и будет стоять, какой вы ее выберете. Абсолютно такая же история и с клановой крепостью. Вы один раз выбираете войска, которые у вас будут сидеть в клановой крепости при дефе и их не нужно пополнять после каждого дефа. То есть вы один раз выбрали и эти войска у вас так и сидят. Я не знаю, как это будет работать чисто технически. Получится, наверное, что-то типа испытаний в чате, когда на вас нападают через испытания в чате. А если даже ваш КК убивают, то на самом деле он не умирает. Здесь, похоже, будет такая же история. В общем-то пополнять КК даже после того, как его разбили в этой вкладочке дефа, вам не нужно. Теперь поговорим немножечко про изменения, связанные со щитами. Они также немножечко стали другими. В новой Лиге Легенд, когда вы приобретете защитный щит в магазине, вы не сможете атаковать сами и вас также не смогут атаковать, пока у вас есть активный щит. Таким образом, получается, что ваше положение в позиции Лиги Легенд, оно как бы приостанавливается. То есть и вы не нападаете, и на вас не нападают, пока этот щит активен. Также небольшая ремарка насчет действия щита. Если вы покупаете защитный щит, допустим, в понедельник, то он вступит в силу только на следующий день Лиги, значит во вторник. Аналогичная история и с отменой и удалением активного щита. Если вы, допустим, его решили удалить в среду, то он удалится и вы сможете атаковать в Легендарной Лиге только в четверг. Это также стоит учитывать. Вы будете находиться в Легендарной Лиге до того момента, пока ваши кубки не станут равны 4900. Если вы спуститесь до 4900, то вас переведут в стандартную систему поиска, как и для всех остальных игроков. Что же касается кубков, о которых я говорила в начале, то система распределения будет следующая. Как будет работать система распределения кубков? Давайте начнем с самого простого. Если вы получили 3 звезды, вам выдается 40 трофеев. Отыграли на соточку, молочинка, держи 40 трофеев. А вот со всем остальным немножечко посложнее. Пойдем теперь снизу. Если ваша атака была проведена на 0 звезд, то вы получаете 0 трофеев, а плюс 1 трофей за каждые 10% урона. Соответственно, если я проатаковала на 42%, к примеру, и получила 0 звезд, то я получаю 4 трофея. Думаю, что это понятно. А теперь к более сложным вещам. Если вы получили 1 звездочку, вы получаете гарантированные 5 кубков. И далее идет расчет, исходя из количества процентов, которые вы нанесли разрушения. Вы получаете 1 трофей за каждые 9% разрушения свыше 1% урона. То есть первый процент разрушения вы не считаете, а вот начиная со второго процента уже отсчитываете, сколько раз у вас там получилось набить 9%. Ну, к примеру, чтобы все это было проще. На 8 я проатаковала на 1 звезду и на 58%. Таким образом, 58 минус 1, 1% равняется 57. 57 мы теперь делим на 9, у нас получается 6. Соответственно, я получу за эти проценты 6 трофеев и плюс еще 5 трофеев за то, что у меня 1 звездочка. Суммарно за эту атаку я получу 11 трофеев. Думаю, что математика ясна. Похожая ситуация и если вы получаете 2 звезды, тогда вам дают гарантированно 16 трофеев плюс 1 кубок за каждые 3% урона свыше 50. Допустим, проатаковала я на 59% к примеру и на 2 звезды. Мне дали гарантированно 16 трофеев. Далее смотрим на проценты. 59%, но свыше 50. То есть свыше 50 у меня только 9% урона. 9% делим на 3, получается ровно 3 кубка. Таким образом, за свою атаку я получу 16 плюс 3, 19 кубков. Тоже надеюсь, что математика ясна. Но я думаю, что те игроки, кто находится в легендарной лиге, позже на практике это уже все поймут и будут, наверное, с легкостью высчитывать, сколько им кубков дадут. И еще один очень важный момент. В новой легендарной лиге, когда вы атакуете другого игрока, либо же когда на вас нападают, добыча не будет украдена из защищающейся деревни. Это действительно существенное отличие от той системы, которую мы имеем сейчас. Однако, как и в клановых войнах, вы сможете заработать определенное количество лута, которое определяется успехом вашей атаки. В зависимости от атаки на ратушу максимального 12 уровня, это будет 450 тысяч золота, 550 тысяч эликсира и 6,5 темного эликсира. Соответственно, чем слабее база, тем будет меньше доступного лута. Впрочем, как и в КВ такая же система. Однако, не расстраивайтесь, бонусная добыча от звездного бонуса после выбивания 5 звезд сохраняется. Она останется как и в текущей версии, так и в новой. Также, ваши атаки в легендарной лиге будут учитываться для выполнения заданий в клановых игр и для событий сезона, то есть золотых пропусков и все, что с этим связано. В общем-то, подводя итог, могу сказать, что новая система поиска баз легендарной лиги более подходит тем игрокам, которые ставят основным приоритетом именно подъем вверх по кубкам. Что же касается игроков, которые просто сидят в легенде, ну потому что красиво или хочется, но при этом им нужно прокачиваться, им нужно фармить, на мой взгляд, это не самое лучшее место. И таким игрокам все-таки стоит сначала прокачать свою базу, а потом уже идти к топам наверх и просто набивать себе кубки. Это одна из последних новостей, которая будет касаться июньского обновления, однако разработчики пообещали на выходных рассказать парочку интересных моментов, которые мы также увидим в обнове. Но само обновление, повторюсь, скорее всего, будет в понедельник, либо же вторник на следующей неделе, так что обязательно ждем, и чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал и, конечно же, напишите в комментариях, что вы думаете о новой системе поиска противника в легендарной лиге. Поскольку система действительно совсем другая, будет интересно почитать ваше мнение. Всем хороших воин, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok